Галина Богданович И двойной праздник. 20 лет подряд 8 марта встречает на работе. Дома муж и дочка. Я надеюсь, они мне сделают сюрприз тоже. Они приготовят покушать и уберут в квартире. Когда на работе, даже лучше ощущаешь этот праздник. Все кругом с цветами, столько цветов. Мужчины такие вежливые. Все улыбаются, все поздравляют. Даже чувствуешь лучше праздник, чем сидя дома. На дежурстве праздник встречают тысячи женщин. Медики, спасатели, военные. Пошел. Елена Зуева покоряла небо уже 10 раз. Со всеми испытаниями эта хрупкая девушка справляется на отлично. В армию привела любовь. В Брест приехала вместе с супругом офицером. Мечтала прыгнуть с парашютом. Осуществилась моя мечта. И естественно у меня растет двое сыновей. И я считаю, что это яркий пример для них в первую очередь. Я хочу, чтобы они служили в армии. Пока женщины покоряют стихии, им готовят подарки. Еще накануне в магазинах начался ажиотаж. Да и сегодня покупателей все больше мужчины. Даже в тех отделах, куда обычно не ступает мужская нога. Брали бытовую технику, парфюмерию и, конечно же, ювелирные украшения. Кольца броши цепочки традиционно в тройке самых популярных подарков. Ну вот, сережки берем, ребенку брелок. У нас две дочки и еще третью ждем дочку. Так что у нас уже будет у папы четыре женщины. В центральном магазине столицы с прилавков сметают все. В том числе и то, что пригодится по дому. Мамы, конечно, оценят. С братом советовался. Созвонились, поговорили, обсудили. Выбрали такое решение. Купила я чайник новый, красивый. Теплые слова звучат сегодня даже из космоса, из холодного Южного полюса. Белорусские полярники помнят о своих любимых даже в Антарктиде. Сегодня 8 марта. Рота, подъем! Мы белорусские полярники, находящиеся в Антарктиде. Сказать вам лишь самые ласковые, теплые слова из самого холодного континента. Мать, мы, мать, да! Присоединились к поздравлениям и мужчины-медики. В научно-практическом центре «Мать и дитя» сегодня на свет появились двое малышей. Мальчик и девочка. Врач Михаил Булат в профессии несколько десятилетий и уверен, у детей, появившихся на свет в праздник, особая судьба. Хочется пожелать, чтобы наши женщины всегда были любимыми мужчинами, потому что для женщины очень важен в период ее жизни вынашивание ребенка, рождение, чтобы была поддержка со стороны мужей и близких. Первый праздник весны – это и живые цветы. Накануне и сегодня, 8 марта, их продали несметное количество. Ботовая техника, парфюм, драгоценности. И главное – внимание, и не только 8 марта. Безусловно, первый весенний праздник не обойдется без весенних цветов. Покупатели на цветочных базаров ждут до позднего вечера. Здравствуйте, много цветов продали? Много продали цветов. Здравствуйте. Какой самый большой букет? 50 штук. Помимо стационарных точек, власти только в Минске разрешили организовать 200 временных цветочных палаток. Все, чтобы ни одна леди не осталась без внимания. Чтобы у вас в душе всегда была весна, несмотря на снег. Помните, что мы вас любим. Счастье, нежность, внимание. Думайте о хорошем – обязательно все свершится. Алексей Кряквин, Павел Савицкий, Сергей Козлович. Наши новости ОНТ. Продолжение следует...